В СНБО опасаются, что Украина не переживет Третий Майдан В СНБО опасаются, что Украина не переживет Третий Майдан 14.50 РИА Новости Участники акции, посвященной пятой годовщине начала событий на Майдане, в Киеве РИА Новости Участники акции, посвященной пятой годовщине начала событий на Майдане, в Киеве Архивное фото Киев, 15 июля РИА Новости Украина может не пережить Третий Майдан, так как слишком невелик запас прочности, считает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов Чего я бы точно не хотел, чтоб ситуация вышла из-под контроля, чтобы мы снова вернулись к парадигме 2013-2014 года Этого нельзя допустить Третий Майдан для Украины попросту неприемлем Слишком невелик запас прочности, который имеет Украина, заявил Турчинов в интервью изданию 21 июня 2040 Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового Майдана Он надеется, что нынешнее руководство страны как можно скорее перейдет от популизма к профессиональной оценке ситуации Я бы очень хотел, чтобы у страны был эволюционный период развития, чтобы новое руководство как можно быстрее приступило к профессиональной оценке ситуации и к профессиональной работе Отошло от неадекватного популизма, который проявляется в обещаниях немедля закончить войну, люстрировать полстраны или создать экономическое чудо, при этом резко снизить тарифы и повысить пенсии Запрос на такую риторику у общества будет всегда, но тот, кто делает ставку на чудеса, в результате получает горе и разочарование, заявил Турчинов Главная Киевская площадь Майдан Незалежности, площадь Независимости, была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента экс-президента Виктора Янаковича и спецподразделения МВД Беркут Янакович и сотрудники Беркута отрицают свою причастность к убийствам 25 июня, 8 часов только не эти, чьи победы на выборах в Раду боятся украинцы